Доброго времени! В этом видео я вам расскажу как эффективно и удобно отслеживать посылки из Китая по трек номерам. Поговорим сначала с теми какой я пользовался. Раньше я пользовался сайтом посттрекер. Но я вынужден был от него отказаться, потому что нашел более лучший сайт. Здесь уже осталось всего лишь пару посылок, которые ко мне идут. Собственно говоря, вот так он выглядит, отслеживает саму посылку. Но его большой минус является в том, что обновление статуса он проверяет спустя 8-10 даже часов. Это очень долго. Иногда в тот же день посылка, допустим, уже приходит по адресу, а статус еще тут не обновился и я не знаю, она на почте уже или нет. Единственный большой плюс этого сайта это то, что тут есть смс с уведомлением. Но я им не пользовался. Мне оно не нужно было. Но и в поисках другой поисковой системы я нашел вот этот вот сайт. По-русски называется он Мои посылки. И что удобного в этом сайте? Вот первое что... Да, еще такое. Вот здесь на этом сайте нету смс-уведомлений. Вот это, наверное, единственный минус. Может быть, если вы этим пользовались на других поисковиках или на пост-трекере, тут этого нет. Но обновление посылки, ее статуса происходит в как бы в тот же, наверное, с задержкой где-то в час. Если вот она изменила свой статус в течение часа, у вас вот здесь вот загорится она зелененьким, выведется на первый план. И вы увидите, что она изменила статус. Плюс не покинула почту Шанхая. И здесь мы нажмем, вот допустим, есть обновить и видео. Мы нажимаем видеть. Она становится обычного цвета для нас. И вот это вот здесь наверху пишется время, день, сколько она в пути и все остальное. Можно еще так же само самому обновить. Вот запрос. Ну, конечно же, она уже недавно, ее статус был изменен, поэтому ничего не покажет. Вот, разберемся, допустим, на примере тех посылок, которые вот уже прибыли ко мне в город Одессу, который я заказывал. Что есть, что удобного именно в этом, в этом сайте, что он отслеживает, работает с очень многими трек-кодами. То есть посттрекер, допустим, не все трек-коды воспринимает. Вот. И здесь идет более детальное описание местоположения посылки. Вот, допустим, вот я добавил на сайт время и число. Вот. Вот она поступила на почту Китая. Тут даже вот пишется именно город, в котором она сейчас находится. Видите? Циньцзинь, Хуа, боже мой, Хуанчжоу. Вот. И потом она уже вот в Украине. Потом сортировочный центр Киев. Опять, ну, там транзитные пункты Киев. Потом вот оно как по Одессе шло. Это очень удобно, очень хорошо и приятно. Вот здесь вот, кстати, есть еще вот такая вот маленькая перейти на сайт просмотра состояния посылка. Оно сразу же перенаправляет. Вот открылся сайт Украины. Вот. Ну, здесь мы вводим трек-номер и смотрим, где она находится именно в Украине. Ну, допустим, если я... Вот посылка еще в Китае. Вот я нажимаю на Китай. Китайский. И оно перенаправляет. Видите меня? Автоматически по этому фрек-коду направляет на сайт именно через который китаец, через какую почтовую систему китаец отправил эту посылку. Вот. Оно отправляет сразу же на этот сайт. Вы здесь можете непосредственно проверить угол самого... самой почты, через которую была отправлена посылка. Да. Так вот. Все это очень удобно. Вот здесь вот мы видим, опять же, вот посылка уже приехала. Я ее еще не забрал. Вот. Можно отправить ее в архив. Нажать видео. Вот мы нажмем на видео. Сразу беленькое. Вот. Тут то же самое. Можно нажать видео. Вот. Вот. Единственное, что да, еще маленький минус. По стрекере все посылки, они, когда у вас их много, они могут складываться ну, в один ряд они идут. Вы их просто листаете, как страничку сайта. Здесь же надо перелистывать на следующую страницу. Вот. В принципе, на этом все. Ссылочки на вот этот вот сайт с отслеживанием посылочек я выложу под видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачного. До свидания.